В 18 ресурсных центров в Югре получат гранд-губернатора. Таковы итоги специального конкурса. Среди победителей 12 муниципальных центров, еще 6 имеют региональный статус. Сейчас в сети ресурсных центров Югры 29 организаций. Они создают условия для развития некоммерческого сектора. С помощью консультаций помогают югорчанам сформировать инициативы, открывать и развивать новый НКО. Победители конкурса проходят обязательную сертификацию на соответствие региональному стандарту, подготовленному фондом гражданских инициатив Югры. Такую сертификацию ресурсный центр может пройти и по собственному желанию. В прошлом году так поступили 9 муниципальных организаций. Наталья Комарова в соцсетях поздравила победителей, отметив, что поддержка инициатив Югорчан важное направление в вопросах улучшения жизни в Югре и пожелала всем успехов в реализации проектов. В школах советского района на смену старым школьным доскам пришли новые интерактивные. Помимо этого, сразу пять школ получили комплекты современного оборудования, ноутбуки, многофункциональные принтеры, камеры видеонаблюдения, смарт-телевизоры и интерактивные панели. Все это станет частью единой цифровой образовательной среды в рамках нацпроекта образования. Цифровая среда объединяет всех участников образовательного процесса, учеников, учителей, родителей и школьную администрацию. Чтобы воплотить в жизнь эту передовую практику, отраслевой департамент региона формирует и направляет в муниципалитеты комплекты новейшего высокотехнологичного оборудования. В совокупности с высококачественным интернетом, которым уже оборудованы школы, это позволит сделать качественное образование, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В рамках проекта школа номер 4 советского недавно получила сразу 40 современных ноутбуков, а еще многофункциональные принтеры, видеопроекторы, телевизоры и другое оборудование. Наибольший восторг как у учеников, так и у преподавателей вызвали интерактивные доски, пришедшие на замену старым деревянным. Ученики с большим интересом изучают новые возможности. Можно менять фоны, можно быстро перемещаться между слайдами. Очень удобно по геометрии решать задачи, всякие фигуры строить, удалять, что-то копировать, перемещать. Просто удобный функционал, быстро можно то, что хочешь сделать. Очень ребятам нравится, это повышает мотивацию на уроке. Ребята ОВЗ с удовольствием ходят к доске, поднимают руки, стремятся попасть к этой доске, пишут разными цветами, строят тоже какие-то рисунки, с удовольствием работают. В Сургуте презентуют фантастический фильм «Идентификация» режиссера Серика Бейсею. Картина рассказывает о человеке, у которого стерты воспоминания, а в мозг встроен микрочип. Кто он и кто с ним это сделал, предстоит выяснить на протяжении фильма. В картине герою предстоит бороться не только с людьми, здесь содействованы киборги и люди со сверхспособностями. Фильм снимали в прошлом году в Сургуте. Съемки проводили на берегу моста через Обь в районе Сургута и на территории завода. Предпремьерный показ пройдет в рамках выездных мероприятий фестиваля «Дух огня». Показ состоится 22 марта в 18.30 в кинотеатре «Вершина». Также в рамках выездных мероприятий киносмотра китайские кинематографисты проведут в Сургуте мастер-классы для детей. Школьники Югры смогут пройти предварительные прослушивания в ГИТИС. Кастинг пройдет точно 3-4 апреля в Сургуте в центре «Каммертон». Отбор на актерский факультет крупнейшего вуза Европы проведет преподаватель, актриса театра и кино Марина Орел. Участниками прослушивания могут стать воспитанники и выпускники музыкальных школ, театральных студий, учащиеся в профильных учебных заведениях. Необходимо подготовить выступление, прочитать стихотворение, прозаический отрывок или басню. На каждого абитуриента будет отведено до 10 минут. Кстати, по итогам прошлых прослушиваний, четверо югорчан были сразу приглашены во второй отборочный тур на актерский факультет ГИТИСа.